Всем привет, друзья! Сходили мы с папочкой по магазинам. Накупили всякой всячины. Так, немного, но накупили. Короче, в сельпо взяли, а я прям почекаю, эти самые окорочка по акции сегодня. Потекли пакеты, потому что прорвались. Короче, по 33,99, по 34 гривны за килограмм. В одном пакете 6 штук вышло на 80,96. В другом пакете 3 штучки на 40,45. Потом конфетки. Вот такие вот папочка себе взял попробовать Рошен. Не знаю, они в шоколаде, а внутри не знаю, то ли мармелад, то ли чё. Непонятно. Попробуем. Все попробуем. Написано Джоли. Наверное, ну, скорее всего, желейные, правильно? Ну да. За килограмм 98,99 здесь на 15,44. Попробуем бананчики 3 штучки. За килограмм 24,99. 3 штуки на 16,39 вышло. Потом печенье вот такое вот по акции всего. Я прям отломала кусочек там, попробовала. Нормальное. Чем-то на Артемон похоже. За килограмм 44,99 это по акции. Орликина называется. Здесь на 16,11. Такие печенюхи. Потом капуста квашеная. Насколько она вышла? За килограмм 39,90 на 14,28. Потом вот такой вот сок взяли. Напиток яблочно-грушевый по 9,99. По 10 гривен, короче. Акция там была, да? Да. Ну мы его брали раньше. Такой неплохой, нормальный. Масло растительное тоже по акции 23,99. Потом взяла от себя опять норвежскую селедку. Я брала по акции, была по 60 с чем-то. А сегодня по полной цене 94,90. Одна штучка затянула на 14,05. На 14 гривен, короче. Но она страшненькая, но вкусненькая. Потом себе взяла кофе. Что-то маккофе у них там не нашли. Нету у них маккофе. Где его? Да, что-то не было. Закинула. Куда его потеряла? Вот оно. И я одну взяла штучку. Якобс. Я якобс даже и не пробовала. Сейчас скажу. 3 гривен и 9 копеечек. Десяток яиц. Ну такие мелковатые, правда, у них. Яйца сегодня 22,40. Общая сумма. А, и сахар еще. Сахар по 13,19. Вот, 2 килограмма взяли. Общая сумма 286 гривен. Перед бачене для вас верите, це разумите. Верить, это понимать. Ну, наверное, да. Наверное, да. Так, и что? Мы еще зашли в колбасный магазин. Взяли вот такой вот безлюдовский мясокомбинат. Королевская высшего сорта. Типа, я не знаю, как она называется. Как она называется? Ну, такая рубленая шинка. Шинка, да. Шинка. Короче, вышла она за килограмм 126 гривен. За этот кусочек на 42,90. И я себе взяла сальтисон. Это днепропетровский постоянно. То, именно днепропетровский беру. За килограмм 78,00. Этот кусочек на 37,50. Такой, нехилый кусочек, да? Ну, да. Ну, не знаю. Мне холодец напоминает. Холодец и холодец. А еще и на хлеб ложишь, и классно. Вообще, мне нравится. Ну, все. Общая сумма в сельпо 286. И колбасный получается 77 гривен. Получается, где-то мы потратили, ну, примерно 350-360 гривен. Вот на вот это вот все вышло. Вот такие вот покупочки. Ну, хоть окорочками закупились, да? Ну, да. Можно будет питаться. Что-то я их расфасую, можно их разделать как-то, как надо. И будем то ли жарить, то ли запекать, тушить, не знаю. Ну, запасы нужны в холодильнике, в морозильнике. Ну, что, ребятки, все. Такие вот покупочки у нас. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.